Как тяжело было настроиться на поединок, учитывая, что повестка уже пришла и есть более важные вещи, чем сам поединок? Ну, это не первый мой бой в жизни, и жизнь, она всегда преподносит сюрпризы. И за моей спиной много уже профессиональных боев. Были разные случаи, когда в мою жизнь вмешались обстоятельства, на которые нужно было закрывать глаза. Это профессионализм, на самом деле я уже прошел все психофизические обследования и готов к зачислению в части, но договорился, так как у меня там не совсем ординарный случай, я договорился о том, что мне дадут провести бой, поэтому я спокойно готовился, ни о чем не думал, и этому процессу отдал всего себя. Было нелегко, но думать об отмене всерьез, таких мыслей не было. Конечно, тяжело, конечно, расстаешься с семьей, конечно, есть периоды, этапы максимальной нагрузки, когда все раздражает, когда психоэмоциональное состояние уже просто кажется сейчас на волоске от того, чтобы сорваться. Такие этапы, они каждый раз в каждой подготовке есть. Но думать об отмене этого всего всерьез, ну, такого не было. Каждый раз, когда я выхожу на ринг, я вот многим говорю, когда общаемся с молодежью, с молодыми спортсменами, с детьми, я им всегда говорю, вот каждый раз перед тем, как выйти в ринг или в клетку, мысли начинают посещать, да зачем это все нужно. Да был бы простым учителем в школе. Вот эти сейчас все переживания, нервы. Но те эмоции, которые мы получаем в бою, и те эмоции, которые ты получаешь, когда тебе поднимают руку, они с лихвой окупают все эти переживания и эмоции, затраченные в этапе подготовки. Поэтому, даже если такие мысли и проскальзывают, это нормально. Специфика в том, что нужно много двигаться, стараться не принимать ни себя ненужные удары, и использовать ошибки, использовать бреши в обороне соперника. Ну, это очень, конечно, энергозатратная история. Но это то, с чего я начинал, и мне приятно вернуться в бои в абсолютной весовой категории. И, как сказал абсолютно справедливо, заметил Бату Сергеевич Хасиков. Он тоже выходец из карате. В карате есть тоже распространена очень такая дисциплина, как бои в абсолютной весовой категории, где ребят в весом 70-80 кг дерутся с супертяжеловесами под 110-120 кг. И зачастую становятся чемпионами мира. Поэтому такая практика есть, и мы ее придерживаемся. Я напомню вам о последнем, о том, что в последнем бою Фернандо пропускал удары от гаджи-автомата, который чуть потяжелее меня, и удар у него тоже неслабый. И он так очень эти удары стойко переносит. Поэтому, зациклившись на голове, можно просто выдохнуть, истратить силы, потратиться и не достичь результата. Он восстановится, а ты уже устал. Поэтому здесь нужно, конечно, работать не только в голову или не только в живот. Нужно, конечно, готовить свои атаки, подготавливать соперника. Но просто как-то чисто интуитивно, мне кажется, что гораздо легче достать его печень, чем до головы. Он выше и постоянно защищает голову. Он руки-то держит у головы. Но у него такой большой корпус, что руки, если он защищает голову, они как раз печень-то открывают. Так что, надеюсь, он это интервью не будет смотреть. Все, посмотрю после боя. Владимир, вот 3 декабря бой Шлеменко-Исмаилов. В другой ситуации мы бы вас спросили, поедете вы в Екатеринбург или нет, будете вы смотреть или нет. Да вы спросите меня, будет ли этот бой. Будет ли этот бой. Спасибо. Я об этом бою слышу с весны. Дай бог ребятам, конечно, чтобы они подрались, деньги заработали. Но я что-то в эту историю, честно сказать, еще до конца не верю. Мне кажется, что у Исмаилова больше. Но по ММА же? Да. А 3 раундов или 5? 5 планировалось. Да, хорошо планировалось. Я думаю, что в 5 раундовом бою больше шансов у Шлеменко. В 3 раундовом больше у Исмаилова. Но в последнем бою Александр не в очень хорошей форме был. То есть, если он будет в хорошей форме, и у него будет столько мощности, чтобы все 5 раундов провести, думаю, что он может завершить бой в свою пользу. На более короткой дистанции Магомедов мощнее. Я думаю, что сможет на первые 3 раунда продоминировать. Ну, здесь как бы Александр... Не знаю, как на него повлияет бой с Ильичем. Это же его крайний бой? Нет, Критерам Саузы было у него в рамках турнира ничья. А, у него же еще ничья была. Да, да. Ну, вот он в свои последние бои функционально показывает невысокий результат. Смотря какую он работу над собой провел или проведет. Так что, так вот. Ну, склоняюсь к тому, что все-таки Исмаилов одержит победу. Да мне оба парня импонируют, как наши соотечественники, герои единоборств. Но, видите, у нас с Исмаиловым есть история, и мне бы не хотелось, чтобы он проигрывал. Но это не значит, что я болею против Саши. Просто мне не хочется, чтобы Исмаилов проигрывал. Ведь каждый его проигрыш, он как-то... На мне тоже так сказывается. Вроде как нивелирует победу, считаете, вашу? Ну, в том числе. Какое впечатление на тебя производит Исмаилов в роли боксера? Ну, как Исмаилов, который одел боксерские перчатки. Ну, тот же самый Исмаилов. Ну, реально не поменялась же техника у него. Точно такие же. У него все движения такие же. Ну, только не хватает прохода в ноги. Реально. Ну, то есть, просто больше стал работать руками и меньше бороться. В этом смысле вообще не боролся. Все то же самое. Тот же Магайдисмаилов, только в перчатках. В этом бою с Ильичем, тут как еще, знаешь, ты делаешь только, сколько тебе дает соперник. Вот в этом бою Ильич, он, ну, просто позволял делать все Исмаилу. Исмаилов мог так, так бить, отсюда, оттуда, там, с прыжком. Он мог, ну, я не знаю, он, наверное, все сделал, что мог. Вот, это не, это, ну, наверное, все-таки не доработка Ильича. Да, Магомед молодец, он там себя показал максимально. Но Ильич-то вообще не напряг, напрягал, не создавал ему никакой оппозиции, не давил, не работал там, не бил его по животу, ничего не сделал. Готовы ли вы там сегодня признать, что Алекс Перейро, именно будучи чемпионом UFC, он и там лучший в мире боец в 84-м? Да я не думаю, что он лучший в мире боец. Я считаю, что он просто сам неудобный для Адесани. Потому что, ну, в этом бою не было других аспектов ММА. Борьбы удушающих, болевых, прессинга у сетки. Ну, борьба, борьба как таковая, там, ну, мы не можем назвать это борьбой, когда один раунд Адесани бил Перейро, который не мог с него встать. Но для других бойцов, я думаю, что это ключи для того, как работать с Перейро. Вот просто найдутся парни, которые будут переводить его вниз и не давать вставать. Владимир, стало известно, что Шара будет получен бой 3 декабря на RCC с Рогозиным. И значит ли это, что ваш с ним бой уже, в принципе, ну, все менее-менее вероятен становится? Я считаю, что это ничего не значит. Значит, это еще один шанс для Шары показать себя и заявить о своих претензиях на звание лучшего средневеса России. А если вдруг поиграют, ну, на чемпионский бой с вами все так же будет расчетовать? Ну, и вдруг давайте не будем смотреть. Что сейчас рассуждать о том, чего может и не случиться? Оба бойца хорошие, оба сильные. Наверное, Рогозин более мощный, Шара более искусный и ловкий. Ну, вот единоборство, они, как бы, такие вещи, ну, расставляют все на свои места. Мне для меня, для самого, будет интересно посмотреть этот бой. Восокомил говорил, что если Минеев будет бить без перчаток, то люди будут падать в обморок. Посмотри, нет, ну, ты посмотри вот сюда. Вот он бьет уже 15 лет по мешку с песком. Еще раз, кулачка, ну, да нет вообще вопросов никаких. Хоть кулачка, хоть на ножах мы подеремся. Вообще, вопросов никаких нет. Вопрос, сколько вы можете за это заплатить? По ножам сколько? Гонорар. Сколько ты можешь заплатить? Ну, я в дальнейшем это не забыл. У меня такие вопросы. Несмотря на то, что творится в городе, она, независимо от этого, приходит, наступает и солнце светит. Также и люди, которые там живут, они, несмотря ни на что, они также продолжают жить. И это стремление к жизни, это резильентность в них, она меня вдохновляет. Владимир, а можете рассказать, чем именно вы занимались в Мариуполе? То есть, что входило в ваша обязанность? Обязанностей, как таковых, у меня не было. Вот просто я занимался там и курировал восстановление объектов, которые были взяты корпорацией Дом-73 правительства Ульяновской области под восстановление. Это там целых уже два или уже три квартала района Солнечной города Мариуполь. В том числе, там находятся спортивные объекты, спортивные школы. Спортивная школа Атлетик, спортивная школа Олимпик, где занимаются дети, продолжают заниматься дети, которые пережили весь этот ужас. И для нас очень важно было поддерживать в них этот интерес к спорту. Благодаря мероприятиям, которые мы проводили, у нас была возможность что-то им дать. Да, там те же самые призы и те же самые подарки, которые они получали, участвуя в мероприятиях, они были связаны с тем, чтобы их поддержать, максимально облегчить их существование. В чистом виде я же не строитель, я не могу себя и не считаю себя строителем, но я считаю, что мы делаем гораздо больше, когда взаимодействуем с людьми и интегрируем их уже в новую реальность. Подарить детям шапки, перчатки, шарфы, борцовки, боксерки, боксерские перчатки, шлема. Это все то, что нужно детям, потому что, знаете, они все-таки, приходя в зал борцовский, боксерский, неважно, любой, они уходят в свой мир, они уходят в свои цели, в свою мечту и отстраняются от того, что творится вокруг. Продолжение следует...